Друзья, мы рады вас приветствовать на открытом мастер-классе программы «Пин-код». Сегодня я, Герман Малышицкий и Катя Нодеркина, буду рассказывать вам о том, как создаются телевизионные сюжеты. Потому что, ну, не знаю, по нашему опыту, не знаю, как Катя, я точно считаю, что лучший путь в кадр, лучший путь в программу – это все-таки путь корреспондента. Начать с этого и только после этого уже поселиться в студии. Потому что вы должны понимать, как все строится, какая вообще механика, что вообще здесь происходит, тогда вам будет гораздо легче. Поэтому сегодня мы поговорим на тему того, как создаются сюжеты, с чего вообще нужно начинать. И у вас тоже у каждого будет возможность эти самые сюжеты попробовать сделать. И главное – прочувствовать всю сложность, все тонкости. Потому что сюжет, на первый взгляд, кажется чем-то очень простым. И, в принципе, что там полтора минуты. Но те, кто хоть раз в жизни это делал, знают, сколько его сил стоит за кадром. И вот я очень надеюсь, что после сегодняшних вам Герман даст более такую четкую теоретическую часть, а я несколько советов более эмоциональных таких тонкостей, которые помогут подготовиться. Как будет проходить наш мастер-класс? Мы будем вам говорить какую-то теорию, да, вещь. Я говорю факт. Катя говорит, как это в жизни проявляется и как это происходит. Хорошо? Просто Герман пенсионер, он уже на лет пять лет снимает сюжеты. Да, я уже пять лет… Нет, я снимаю сюжеты, я знаю, с чего они состоят. И вы знаете, когда вы четко понимаете, какова у вас есть формула, что сюжет – это не каждый раз творческая, порыв какой-то, я сижу там, фантазирую. Есть четкая структура. Вот когда вы ее будете знать, вам будет гораздо легче собирать это все как пазл. Вы знаете, ага, у меня вот это, вот это, вот это, вот это. То есть я могу, например, сразу, зная, сколько у меня синхронов примерно, сказать, какой у меня будет хрон сюжета четкий. Ну вот прямо, вот я знаю, что такое 2.30, что такое сюжет 3 минуты, что сюжет такое 2 минуты. Я могу сказать, а, 2 минуты, 3 синхрона, 4 закадровых. Ребят, круглый раз, начни с того, что такое синхрон. Вот буду сейчас про это все и говорить. Начнем с того вообще, из чего состоит сюжет. Начнем мы с синхрона. Что такое синхрон? Это то, когда человек дает интервью, в идеале хронометраж этого синхрона не должен быть более 20 секунд. Что это значит? Вы приехали на мероприятие, стоит человек, вы подошли, сказали, «Здрасте, я Катя там, я хочу вот у вас комментарии взять, можно для телеканала «Беларусь-2»?» Человек говорит, «Можно». Вы подходите к нему, задаете вопросы, но вы должны знать, что вы его речи возьмете 20 секунд за один раз. То есть это может быть 2 синхрона, 3 синхрона в сюжете, но это будут по 20 секунд, маленькие кусочки. И если человек вам говорит очень долгими оборотами, там, описывая все вот это вот, то это вам абсолютно не нужно, вы говорите, «Хорошо, а вот уточните, пожалуйста». Либо если человек молодой и как бы он вообще в теме, ты просишь, «Давайте то же самое, но просто немножко короче сделаем». Потому что вы знаете, что вы возьмете 20 секунд. И так, еще раз, синхрон, человек говорит в кадре, какой-то гость, специалист и так далее. Вот вы приехали, микрофон протянули, и человек говорит. Да, еще важный момент касательно интервью. Многие очень стремятся задать правильный, красивый вопрос. Я прям видела, как корреспонденты приезжают и читают с бумажки идеально выверенный вопрос. Но суть синхрона в том, чтобы вам дали хороший ответ. То есть нам не нужно красиво долго формулировать вопрос. Когда мы формируем, примерно, у себя в голове сюжет, мы уже понимаем, что нам хочет ответить специалист. Что он хочет нам рассказать, какую фразу мы хотим от него услышать. Многие действительно делают так, что сразу просят, скажите мне, пожалуйста, вот это. И все, мы просим его сказать одну фразу, которую мы потом возьмем. Иногда это очень сильно ускоряет. То есть мы не пишем 25-минутное интервью, из которого возьмем две строчки. То есть вы должны, когда едете на съемки, четко понимать, что вам вообще от человека нужно. Можно подходить и просить его о чем-то рассказать. Можно только, если там случилось какое-то экстраординарное событие. Вот вы на месте событий, вам нужно разобраться, что здесь вообще происходит. В других случаях вы немножко обманываете зрителя, потому что зачастую вы знаете гораздо больше, чем те люди, которым вы на интервью приходите. И это, кстати, важный момент по этапу подготовки. Потому что вы реально, отправляясь на съемки, готовясь к любому сюжету, вы не должны приходить и задавать вопрос дерматологу. А чем занимается дерматолог? Да, то есть вы должны знать о профессии человека, понимать, что как устроено. То есть всегда перед съемками мы глубоко копаем материал, мы разбираемся в теме, а не просто с бухты-брахты приезжаем. Ну расскажите что-нибудь. Светенька, а чем вы занимаетесь? Скорее всего, когда вы будете начинать общаться с людьми, вы столкнетесь с тем, что кто-то говорит, ой, я не хочу комментарий давать и так далее. В основном все люди наоборот, потом очень счастливы, что их показали по телеку, как бы они там ни крутились и так далее. Поэтому обычно, когда я приезжаю на интервью, я говорю сразу, здравствуйте, нам нужна ваша помощь. И вот когда ты человеку говоришь, особенно я вот это почувствовал, когда опросы на улице снимал, когда в основном тебя все посылают куда подальше, когда ты говоришь, здрасте, мне нужна ваша помощь, у нас белорусы любят помогать, и они думают, что они тебе что-то нужны. Если ты подойдешь, скажешь, извините, пожалуйста, вот я вот хотел записать там интервью, ну у меня вопрос есть такой, тут же человек уйдет. То есть подошли и сказали, здрасте, мне нужна ваша помощь, ответьте на вопрос и тут же задаете вопрос. Да, и важный момент перед тем, как этот вопрос задавать, вы набегаете не с микрофоном, суете в лицо и с камерой, которая, ну многие и так делают, действительно не смеетесь, а вы вначале спрашиваете у человека разрешение и потом начинаете его снимать, это очень тоже важный момент. Но если вы понимаете, что человек в 90% случаев откажет вам в интервью, что 100% он убежит, вы говорите оператору, включай камеру, берете микрофон, без здрасте, без до свидания подходите, это вы то-то и то-то и то-то, и протягиваете микрофон и записываете его реакцию. Зачастую нам не нужен ответ, нам зачастую нужна реакция человека на тот вопрос, который вы зададите. Это касается очень таких вот журналистских расследований, когда надо получить что-то такое, о чем человек точно не будет рассказывать. Поэтому вы хопа и смотрите его реакцию и все равно задаете вопросы, даже если он убегает от вас. Посмотрите российское телевидение, человек убегает, за ним корреспондент еще 500 метров, плетется с микрофоном в надежде, что тот что-то скажет. И тот что-то говорит, и потом они на этом мычании делают 20 минут сюжета про Анастасию Заворотников. Ну не учи такое делать. Я недавно смотрел. Хорошо, но это немножко о другом. Запомнили, синхрон, до 20 секунд, короткий, емкий комментарий. Вы не должны в синхроне говорить о том, что и так понятно зрителям. Если синхрон, пример, вы приехали, куда мы, Катя, скажи, любое место, куда приезжаем, я тебе пример плохой. Врач-дерматолог, свежий пример. Врач-дерматолог. Вот вы приехали к врачу-дерматолога. Тема сюжета какая? Профессия врач-дерматолога. Профессия врач-дерматолога. И вы к врачу задаете вопрос, каково работает, например, врачом-дерматологом. Он говорит, вы знаете, профессия врач-дерматолога – это замечательная профессия, ведь мы, врачи, помогаем людям. Огромное количество людей страдает разными проблемами. И задача врача-дерматолога – помочь решить эти проблемы, в частности, проблемы с кожей. Все, 20 секунд прошло, мы ничего нового не узнали. В синхроне должно быть только то, что действительно будет новое интересное, чтобы когда вы записывали вот это, вы себе в голове сказали, ого, я этого не знал, слушайте, интересно, это реально вызывает эмоции, это круто. Вот так вот. То есть нам интереснее, какие бывали проблемы конкретных пациенток, чем она скажет, что, ну вы знаете, практически у всех белорусов есть проблемы с кожей, их надо решать, нам это не нужно, нам нужна конкретика, нам нужно сразу погружать человека в суть. Запомните, мы самое главное, чем мы дорожим, это времени наших зрителей. Если они уже поделились им, а сейчас, поверьте, вариантов Нетфликса, Ютуба, интернет, книги, все что угодно может быть, мы должны беречь время. Очень сильно беречь, поэтому, влизи мы кратко, не заставляем человека проговаривать очевидные вещи, не задаем им очевидные вопросы. Мы сразу конкретно, не чем вы занимаетесь, а сразу говорим, у вас была ситуация, которая запомнилась вам ярче всего. Это условно, да, вы сейчас просто какие-то вопросы, потом попрошу вас придумать некоторые вопросы для такого специалиста. И ждем конкретных ответов, наталкиваем человека. Если он нам начинает отвечать, уходит в сторону, мы его наталкиваем на конкретные ситуации. А все же расскажите, ну вот конкретные случаи. Да, и он говорит, ну было у меня там много девушек, я им помогала, а бывало такое, что вы прыщи за неделю вылечили? И она говорит, вы знаете, нет, причин возможно вылечить за неделю, хотя интернет рекомендует. И вот у вас же синхрон, за который вы можете дальше зацепиться. И помните всегда о том, что зачастую специалист не рассказывает вам что-то интересное не потому, что он не хочет с вами поделиться, а просто потому, что ему кажется, что это неинтересно. Он каждый день это делает, да и все. То есть, ну, тут надо понимать. Я никогда не забуду, я работал корреспондентом в детской газете, я приехал на детскую железную дорогу, мне надо было рассказать, что там происходит, как там вообще детская железная дорога живет. Я общаюсь с ребятами, задавал вопросы, задавал вопросы, спрашиваю, а ЧП у вас когда-нибудь какие-то бывали? А мы уже полчаса до этого говорили. Говорит, да, у нас недавно паровоз горел. И я понимаю, что в центре Минска загорелся поезд. Вы представляете события? Ну, мы там тушили, дети тушили горящий поезд. Вы представляете, какой заголовок? Ну, правда, тогда мне не разрешили рассказать эту историю. Ну, у меня человек вот на пленку, на диктофон тогда еще, потому что в газет потом, все это рассказал. А мог бы просто сказать, что есть такая железная дорога в Минске, куда детки могут прийти покататься. Очень интересно, нам все очень нравится, да, спасибо. Это синхрон. Мы, какие вообще плюсы синхрона? Это информативный, самый главный плюс. Дальше мы говорим про лайф, это тот же синхрон, но он происходит в движении, в действии, в чем-то активном. То есть, если человек, если есть нам, что показать, если мы приехали куда-нибудь, где происходит какое-то действие, нам лучше, чтобы человек что-то делал в действии. Объясню пример. Если вы приходите на пресс-конференцию, почему, например, журналисты телевизионных СМИ, телеканалов, правильнее сказать, они не любят приезжать на пресс-конференции, потому что там человек, за ним стенка, и вот нам что-то вещает. А чем крыть будем? Есть такая фраза у телевизионщиков. Что в кадре будет? Ведь мы должны работать над сознанием человека визуальным образом, подкреплять те слова, о которых мы говорим в кадре, визуальным образом. Что это значит? Если мы приехали к косметологу, мы его можем поставить на фоне стенки, и он нам расскажет, проще это плохо. Да, это, конечно, все очень плохо. А мы можем, чтобы он в процессе делал, например, какую-то процедуру на ком-то, например, на вас, там, еще на ком-то, и рассказывал. И зрителю это будет гораздо интереснее, потому что он может и посмотреть, и послушать, и у него сразу работают несколько каналов восприятия. Ведь мы есть аудиалы, визуалы, киностеты, те, кто воспринимает абсолютно по-разному информацию. Кому-то надо послушать, кому-то увидеть, а кому-то испытать эмоции. Это же она кислотой наносит, у нее кожа растворяется. Оказывается, такая процедура, все. Поэтому почему мы смотрим, например, «Орел и решка», потому что там есть очень много, на «Беларусь-2», кстати, идет, потому что там есть очень много видео красивого, да, есть информация про цены там и так далее, и есть эмоции. Вот в чем секрет программы? То, что это все соединяется, и вы должны в своих сюжетах работать с тремя способами восприятия информации людьми. Тогда у вас будет, эта информация будет цеплять людей. Поэтому лайф, это синхрон, в котором герой интервью совершает действие, идет, говорит что-то и демонстрирует. Также мы лайфом можем назвать какие-то шумовые отбивки, толпа кричит. Мы это все называем лайфом. Это добавляет в сюжет живости. Я вижу какие-то напряженные лица у ребят. У тебя какой-то вопрос, наверное. Микрофончик, пожалуйста, берите и рассказывайте. Вопрос. Ну, вы сказали, что нужно соединять все воедино. Да. А лайф – это живость, получается. Аудио там есть? То есть лучше снимать лайф, чем синхрон. По возможности, мы сейчас говорим про сюжеты для программы «Пин-код». Для развлекательного телевидения и так далее. Хотя информационное, если мы посмотрим российских коллег, то там, поверьте, я вам сейчас приду к примеру, и вы сразу все поймете, как это все работает. У нас условно горит небоскреб. Придумали, да, события? Что можно сделать? В Минске-то, конечно. В Минске, да. Знаменитый Минский небоскреб возле знаменитого океана, на берегу Белорусского океана. Так вот, горит небоскреб. Если вы выйдете и скажете, здесь горит небоскреб. За моей спиной прямо сейчас, в эти минуты горит небоскреб. Вы знаете, эвакуировали уже всех людей, пожарные приступили к тушению. Мы следим за развитием событий, впереди подробности. То вы убили репортаж полностью, это никому не интересно и так далее. А если вы микрофон в сторону выбежите, я не могу дышать, здесь все горит, выбежите, оператор падает, картинка трясется, то человек ощущает себя на месте событий. Он внутри действия. Вы его не отгораживаете, картинка, а наоборот приглашаете войти туда, в это вот событие. И это абсолютно два разных репортажа. Поэтому почему российские корреспонденты, даже если у них ничего интересного нет, они куда-то идут. Заметили, они вообще не в никуда идут корреспонденты, но он идет, идет, идет. Это добавляет темпа ритма. Потому что что? Мы бережем время слушателя и нашего зрителя. Можно еще вопрос? То есть нужно в свои сюжеты, которые мы будем делать, добавлять больше эмоций, правильно? То есть можно эмоционировать, улыбаться, смеяться, что-то такое. Нужно, нужно делать это. И чем больше этого, тем лучше. И не путайте, не путайте все-таки синхрон и лайф. Мы говорим, что лайф это жизнь, да, переводится жизнь. И это жизнь, которая помогает, ну, в телевизионном языке лайф. Это помогает нам погрузиться в атмосферу. Это то, что нам дает атмосфера. Да, иногда можно записать синхрон. Это информация, а лайф – это эмоции. Там может быть меньше информации. Понимаешь? Зачастую их можно миксовать, да. То есть если человек может дать какую-то информацию в процессе действия. Вот банальный пример по вашему ТикТоку, да. Все смотрят ТикТок, все его любят, я уже поняла. За какие картинки цепляется взгляд? Когда что-то происходит, бежит кто-то, да, а она там, не знаю, с яблоком на голове стоит. Любая ситуация, которая выходит за грани нашего привычного сидения, всегда цепляет взгляд. Чтобы вы понимали, вот сидение – это синхрон, это интервью классическое. К Дудю кто-то пришел, нам интересен только смысл. Мы не следим там за картинкой, и то они стараются добавлять картинки, да, где там что, в другой локации записать. Потому что человек устает смотреть на одну и ту же картинку часами. Поэтому у них там список вот этих вот всех вопросов. Ты нажимаешь, послушаешь то, что тебе нужно, твое время не тратят. Именно поэтому делается вот эта вот ссылочка на ютубе с метками тайминга, где какой вопрос. А лайф – это жизнь. Это мы идем, мы делаем, взрывается что-то, падает что-то, мы пробуем что-то, мед там, пчела укусила тебя в кадре. Все это лайф. Это лайф. Особенно если это с экспертом, да. Да. Потому что есть еще понятие стендап, об этом мы поговорим позже. Вопросы? Скажите, а вот если снимать, допустим, на улице у людей задавать вопросы, если они проявляют грубость? Никак. Вот ваша задача как журналиста всегда стремиться к какому-то результату. Вам все равно, как вы это делаете. Вас пошлют, вас могут нахамить, могут вас плюнуть. Это сломается камера, может, такая работа. Все что угодно. Вы должны быть к этому готовы. И почему действительно хороший путь от корреспондента, ведущего эфира, потому что вы к этому всему готовы. У вас в студии может произойти все что угодно. Ну и что? Меня уже много раз посылали, когда я снимала сюжеты, поэтому в студии я не боюсь. Я не боюсь раскрывать гостя, я понимаю, как на это реагировать. То есть, ничего страшного не произойдет? Пошли к следующему. То есть, в любой ситуации оставаться в обычном настроении, так как оно есть? Да, мы сейчас тема мастер-класса сюжета. Поставить, задавать вопросы касательно сюжетов производства, потому что вам нужно разобраться в этом. Это нелегко. А вот тот сюжет, который мы сегодня увидели ваш, это было лайв или это был... Вот здесь интересный момент. Смотри, как раз таки, вот этот сюжет, он, конечно, далеко не образец шедеврального, да, это просто обычный событийный сюжет. Но как он был снят? Можно было просто прийти и сказать, сегодня в Могилевском институте МВД проходит чемпионат по рукопашному бою. Вот я бы стала, как многие корреспонденты любят, говорящий гол, вот они взяли микрофон и говорят, мы приехали в Могилевский институт МВД, чтобы посмотреть, как проходит чемпионат. И ответили так, о, ясно. А если мы начали с того, что у нас было много лайв, как раз таки начало было с лайв, причем без звуков, да, мы просто видели на музыке нарезку картинок, что происходит. Это тоже лайв. Да, это тоже лайв. То есть никто ничего не говорит, просто на музыке у нас происходит движение. Мы цепляемся за это взглядом, понимаем, ага, что-то интересное. И потом я уже начинаю объяснять, у вас есть вопрос, что происходит, я кратко рассказала, что здесь, и дальше пошла уже задавать, в этих моментах есть такие важные синхроны, которые нужно вставить, что главный судья должен рассказать, что проходит. Вот мы это вставили, а дальше пошел лайв. Я пошла к тренеру и спросила у него, а почему он громче всех кричит, зачем он наливает воду. Можно сказать, а вам нравится, а вам интересно, ну, мы сказали, интересно. А тут я задаю вопрос, а почему вы ему подаете воду и помогаете ему там полотенцем, что он сам не может? И он мне говорит, да, он сам не может, он в экипировке, он волнуется. Я подхожу к ребятам тоже, какие-то вопросы нестандартные. Не что вы чувствовали, когда победили, а больно, откуда ранение. То есть какие-то такие вещи всегда цепляют гораздо больше, чем если бы мы просто встали и сказали, что проходит, поздравляем мальчика с победой. То есть вот этот сюжет был выстроен в основном именно на лайфах. И если вы делаете событий, то важно делать именно вот такие лайфы. Мы как раз потом вернемся, у нас ребята уже снимали свой первый сюжет, на его примере мы как раз можем разобрать и понять ошибки, которые часто делаются на вот таких вот шаблонных, скучных мероприятиях вот в роли того, которое было, например, у меня сейчас. А можно ли сказать, что синхрон можно сделать лайфом, если просто сделать туда перебивку вот такого? Нет, перебивка это отдельно. Вы путаете понятия. Мы сейчас говорим про синхрон, пока что только трогаем. Синхрон и лайф. Синхрон, это говорящая голова в кадре, камера статична, человек стоит, вы задали вопрос, ваша единственная цель получить информацию. Вы с министром, к сожалению, скорее всего, если вы только заранее не договаривались, вы не пойдете его там, чтобы он вам там что-то делал в кадре и так далее. Вас подпустят к нему на минуту, вы запишите информацию и уйдете. Вот и все. Или какая-то звезда на каком-то мероприятии на пресс-воле пришла. Вы не скажете, Светлана Лобода, давайте мы пойдем с вами погуляем по городу Минску, я вам покажу тут и мы с вами попробуем хачапури. У меня сюжет про хачапури. Вот. У вас так не получится. Поэтому вот это синхрон. Информацию получили, вопрос задали, информацию забрали. Все. Если вы сюжет видели, то там вот дяденька в форме, это был синхрон. Все остальное было лайфами. Лайф это ты подходишь, говоришь что-то, что-то падает в движении, он на тебе прием показывает какой-то, объясняет его. Все это лайф. То, что цепляет больше всего. Задача? Получить эмоции от этого. Это лайф. Если очень коротко мы пробежимся, не будем вообще останавливаться на нем. Хрип называется телефонное интервью, когда оно в плохом качестве записано. Вы там по скайпу с кем-то общаетесь, но на профессиональном слонге это хрип. Практически никто этим не пользуется. Ну, телефонное интервью иногда бывает, конечно, какие-то. Но у нас нет. Просто, знаете, что такое бывает. Если вам кто-то скажет, ой, хрип, то это значит телефонная вставочка. Стендап. Что такое стендап? Это синхрон, либо лайф самого корреспондента. Это самое правильное определение. Потому что мы сейчас могли бы очень долго расписывать, как можно что делать. Все то же самое, только теперь говорите вы. Вы можете стать. За моей спиной находится сейчас фестиваль народного творчества. Очень интересно было наблюдать за ребятами. И вы убили полностью сюжет. А если вы сами попробовали выйти на сцену, попробовали, станцевали там какой-то танец, вас прямо в кадре учат танцевать, все, это живо, мы понимаем, что вы живой человек, мы видим ваше отношение к этому. Поэтому старайтесь избегать стендапов. Мы сегодня собрались здесь. То есть стендап это какой-то кусочек, который мы вставляем в... Стендап это где вы, где вы что-то говорите. Вопрос, как вы это говорите. Да, вы как корреспондент в кадре. Это стендап. Я думаю, почему, что стендап это шутки. Спасибо. В телевизионном жанре, да, нет, к сожалению. Но важно понимать, что стендап должен быть осознанным. Потому что начинающие корреспонденты совершают такую ошибку, что им очень хочется много стендапов показать себя как можно больше в кадре. Это нормальное желание человека, который пришел на телевизию, я ничего не имею против. Но важно, чтобы этот стендап был интересным. То есть стать на фоне реки и сказать, что мы стоим на фоне реки, нет смысла. Лучше всего, когда стендап в режиме какого-то лайфа и он что-то несет. То есть вы что-то делаете, вы что-то преподносите. Можно вопрос? То есть вот если бы я вышел на ринг биться с этим бойцом и задавал бы ему параллельный вопрос, это бы считалось как лайф? Это был бы лайф, да. Это была бы хорошая идея. Нет, на самом деле у меня был сюжет о греко-римской борьбе, который тоже нужно было как-то начать интересным. Эмилия все знает, хотя это было года два назад. Но там тоже, там была борьба, там были вот эти все приемчики. И у меня это было в режиме лайфа. Но это смотрелось гармонично, потому что мы это несколько раз отработали. Я потом с группу могу сбросить, найти этот сюжет, и вы поймете, о чем я говорю. Что иногда какой-то такой живой лайф, он очень оправдан, он очень здорово смотрится. Но важно не превратить его в самолюбование и стендап ради стендапа. Вот это прям очень важно. Потому что прийти и сказать, что мы сегодня здесь, ну мы это и на закадровом тексте можем сказать. Вот сейчас Герман расскажет, что такое закадровое. То есть ваше должно быть появление в кадре оправдано. То есть вы не просто потому, что вам надо появиться, появились в кадре. Оно должно быть реально оправдано. Лучше не делать стендап, если вы просто пришли и что-то сказали на каком-то... Есть очень много хороших сюжетов, которые стоят без стендапа вообще. И у нас много. И они смотрятся гораздо интереснее, чем если бы я там вдруг, вот прям там недавно проблемная кожа, как увеличить. У нас был герой, который там решал проблемы с кожей. И если бы я там появилась, это был мой сюжет. Но если бы я там появилась, это было бы глупо и странно. С чего вдруг я там? То есть если подытожить, если статично стоит человек, кто-то некорреспондент, это синхронно. А если точно так же статично стоит корреспондент... То это плохой сюжет. То это стендап, да? То это стендап, формат асинхронно. И как только появляется какое-то движение, это лайф. Ну не как только появляется какое-то движение. Если ты будешь медленно просто идти, оператор будет идти на тебя, там с тобой вместе параллельно, то это не превратится в лайф. Лайф — это яркое событие, оно должно быть реально яркое. Я должен посмотреть, сказать, блин, прикольно, классно. Ну вот, например, возьмем ситуацию с нашим горящим небоскребом. Мы пришли взять интервью бригады пожарных, что там тушит. Мы подслушали их планы, как они что будут заходить, тушить, спасать людей. И вот мы это услышали и даем, получается, сами эту информацию даем. Вот будет это получается стендап в режиме лайф. Ну, если ты идешь, если ты там пробираешься через баррикады, меня прямо сейчас не пускают туда, мы попробуем подойти ближе, прямо сейчас обязательно вернемся к вам. И ты все это время идешь, идешь, бегут, там шланги раскатывают. Вот это лайф. А если ты говоришь, что я узнал, что тут мальчики сплетничают за нашей спиной, то это уже просто стендап. Еще важный момент, который вот пока мы не шли дальше, обращу ваше внимание. Еще важный элемент, вот ты сейчас хорошую тему затронул, когда ты что-то узнал от кого-то. Зачастую, правильнее всего, ссылаться на источник. Я сейчас не могу сказать, что лучшее средство от коронавируса — это чеснок. Не могу в кадре я стать и сказать. Зачем я его ем? Но если я, мне нужно, чтобы в сюжете это прозвучало, то это должен сказать специалист. То есть в большинстве случаев ваш лайф, ваш стендап, он должен быть нейтральным, как и закадровые тексты. А все, что важно, и все, что может повлиять, то есть, например, когда дерматолог говорит про лечение прыщей, ну это такой очень грубый пример, когда мы, вот в случае с пожарными, они говорят, что тушить здание нужно было с верхнего этажа, а мы поступили неправильно. Ты не можешь сказать, что пожарные поступили неправильно, начали тушить с верхнего этажа, потому что и начали там технические моменты, потому что ты не специалист, ты не можешь этого говорить. Большинство таких вот важных моментов мы переносим на экспертов. Для этого они нам и нужны. Вот здесь хороши стендапы, ой, синхроны. А у меня вопрос. А вот вы говорите, что иногда хороши синхроны, иногда стендапы, а как вы понимаете, когда что нужно, что лучше будет смотреться и выглядеть в этом? Просто так, наобум? Ну как значит наобум? Ты составляешь сюжет. Мы об этом еще поговорим, давай вот этот вопрос запустим. Если мы не ответим на него дальше, то ты его обязательно поднимешь вопрос. Из того, о чем мы еще не поговорили, это закадровый текст, это то, что соединяет. Очень плохо, ну как бы в каждом правиле есть свои исключения, вы должны понимать, но вообще в классическом понимании должно все чередоваться. Закадровый, потом идет синхрон, лайв или стендап, потом опять закадровый, потом опять синхрон, лайв или стендап. То есть что-то одно. То есть у вас получается каждый вот эти ваши кусочки, до 20 секунд желательно, чтобы они были. Опять же, везде есть исключения. Президента по 20 секунд не режет. Вы идете, то есть вы собираете это все, чередуете. Как бусинки, как вот представьте, у вас есть бусы, да, и ваш сюжет это бусы. Вы сначала туда жемчуг, потом обязательно изумрудик, потом жемчуг, изумрудик. То есть таким образом. В нашем случае жемчуг это синхронные лайв и стендапы, а изумруд это закадровый. То есть все у нас идет, чередуется. Нежелательно ставить их вот много синхронов подряд, много стендапов подряд. Все у нас разбивается за кадровым текстом. И пока там Герман зависает, ему что-то в ухо здесь нашептывают. Важно понимать, что наш закадровый текст должен подхватывать то, что происходит в синхроне. Сейчас Герман подробнее расскажет. Давайте мы сейчас все-таки договорим до конца, из чего состоит сюжет, чтобы у нас были все составляющие. А после этого я расскажу, как этот сюжет собирается. Мы немножко вперед паровоза бежим. Для некоторых это понятно, для некоторых это новая информация. Закадровый текст — это вы начитываете уже в монтажке какой-то текст, который соединяет ваши кусочки. У вас ваш сюжет, он должен быть как одна песня. Это должно быть все цельно. То есть вам нельзя переходить от одного на другое топорно, да? То есть вы там рассказываете про пожар, сказали, что горит, вы не можете сразу сказать, что «а вот как отдыхают пожарные», да, там, например. Это будет странный переход, поэтому говорите. И пока там здание горит, его будут тушить еще несколько дней, пожарные отдыхают. То есть вы делаете связочку, да, между вот этими кусочками, между нашими, как там их ты назвала? Изумрудами. Нет, не изумруды, а изумруды закадровые. Жемчуг. Жемчуг, да. То есть вы должны связать плавно, чтобы это все переходило. Тогда это будет смотреться как единое произведение, а не как рубленая какая-то часть. В любой сюжет можно связать любые, даже максимально несвязанные части. Мы с Германом относительно недавно, пару лет назад связывали музей паровозов, армию, 9 мая и мальчика, который цветы выращивает. И мы все это связали, это смотрелось логично. То есть здесь очень важно. Да, мы так задумали, на самом деле там все менялось, кто-то отказывался и так далее. Но это смотрелось логично. То есть вам надо логически связать. Я вам дам одно упражнение, мы сейчас его продемонстрируем, кто-то один. Это вообще для журналиста очень полезно. Вам нужно научиться, и для ведущего в том числе, связывать несвязанные вещи. То есть вы берете два предмета каких-нибудь, которые вообще не связаны между собой, и начинаете связывать их. И это должно быть очень плавно, условно. Пример, два слова, Люба. Василий Быков и Космос. У меня был реально такой пример, мне нужно было в сюжете. Давайте стол и колесо. Нет, это очень близко, а что-нибудь подальше там. Василий Быков и Космос. У меня была такая подводка, и вот это очень хороший пример. На самом деле, очень легко связаться. Ну, я не знаю, я просто в шоке от такого примера. Штык и забор. Ну, можно сказать, что я просто не знаю, про что сюжет. Про Василия Быкова в Космосе? Или там... То есть связь может быть следующая. Смотрите, она может быть достаточно сейчас тупой, потому что это очень далеко. В жизни такое редко бывает, чтобы была вот такая далекая связь. Можно сказать, что, вы знаете, на белорусской земле есть очень много талантливых людей. Вспомните, вот, писателя, да? И тут же перейти на то, что, кстати, у нас много известно космонавтов. Плавно, плавно, плавно. Или, а вы знали, что, кстати, космонавты всегда берут книжку с собой в космос для того, чтобы почитать? У них есть свободное время. И вот один из космонавтов рассказывал и связать, например, вот так вот, да? Хотя казалось бы. Да, то есть вот так вот поэму какой-нибудь Василия Быкова, но «Новая земля» это не... Это не Кукова. Я просто сейчас вспомнил, да. Какое у него произведение, может, чем связано с землей. Было у Быкова что-нибудь? Было у Быкова, но я не помню название, потому что моя учительница литературы сейчас. Да, ну, в общем, можно связать так. То есть если вы там асфальт связываете с чем-то, вы тоже плавно переходите. Ваша задача — научиться плавно переходить с одной темы на другую. Вот, поэтому давайте сейчас попробуем кому-нибудь... Ну, простое, простое. Просто знаете, ну, реальные... В бытовой жизни, да, что и бывает. Ребят, можете сами подбросить. Ну, мне на самом деле понравился пример с Василием Быковым, но Герман рассказал пример получше. Хорошо. Давайте мы возьмем просто ситуацию, ну, например, вот из наших недавних эфиров. Например, вам нужно связать природно-экологический музей и музей книговодоведства. В одном сюжете. Можно сказать, что у нас много прекрасных музеев. начать их перечислять и от одного музея перейти к другому. Вот и все. А если интереснее это сделать? Пробуйте, говорите. Закадровый текст. Вот, неважно. По очереди, да. Давайте только не все, парочку человек, кто хочет попробовать. Просто как закадровый текст. Поехали. Связать природно-экологический музей и книговодоведство, да? Да. Я бы пошел от того, что мы должны сохранять природу и что книги делаются из деревьев, параллельно немножечко коснуться вырубки лесов и выйти как раз-таки на книги. Можно выйти даже по-другому, что не обязательно книгу покупать, чтобы тратить сейчас очень много. Можно обстреливать. Буккроссинг – это тоже эко-тренд. И вы тоже можете прийти в библиотеку и сдать ненужные книги, которые у вас лежат. Это, кстати, в музее при библиотеке какой-нибудь, они же все эти музеи, по-моему, при Пушкино, да? Я Семенополоскова. Ну, при ком-то там, в каком-нибудь… Какой-то пущевал. Какой-то это. Тоже в библиотеке, оказывается, проходит сейчас выставка и можно посмотреть, что читали люди 300 лет назад. Ну, то есть все, вы связали, это получилось плавно. Хороший пример. Кто-нибудь еще что-нибудь попробует? Или мы пойдем дальше? Давайте тогда двигаться дальше. Мне подсказывает подвал-огурец. Подвал-огурец, да. Подвал-огурец. Ну, это очень легко. Это очень легко. Это соление, бабушка солит, огурцы, помидоры. Нет, это свежие. Мы говорили про подвалы. А, свежие. То есть вот представь. Хорошо, тебе эксперт говорит. Смотри, эксперт говорит, что, вы знаете, строительство подвалов сейчас часто бывает, а валы, конечно, мы рекомендуем дачникам серьезнее относиться к реконструкции и конструированию подвалов. Именно в такие подвалы очень легко засаливать солей. Это нелогично. Это очень нелогично. Это очень резко. Почему мы говорили про подвал? Можно добавить немножко юмора в эфир. И вот, допустим, вы рассказываете эфир о том, как строилась эльфилевая башня. Мы про подвалы говорили. Ой, извините. Эльфилевый подвал. Подвал под эльфилевой башней. И тут вы такие находите огурец и говорите, ну, наверное, один из строителей его потерял. Ну, то есть, как-нибудь какую-то шутку добавить. Нет, это не очень интересно сейчас. Давайте как-то, ну, переходить плавнее. Можно зацепиться за дачников. То есть, однако, если у дачников даже обвалятся в подвалы, все-таки они каждый год засаливают свои огурцы и не умрут от голода. Вот, как-нибудь так. Уже ближе. Ну, все, никого нет версии. Ну, условно, можно так связать. Можно связать следующим образом, что следить нужно не только за техническим состоянием подвала, но и за тем, чтобы там не скапливались опасные газы. Известны случаи, когда пострадали белорусы. Это, кстати, реальная история, потому что отравились газами, которые образовались в загниении плодово-овощных культур. Поэтому советуют хранить не просто в свежем виде, да, что-то хранить, потому что может загнить, образуются газы, да, а, например, заниматься закатками. Ты чувствуешь, когда Герман прям целый сюжет создал? Ну, это реальная история, когда люди погибают, потому что вот эти вот газы от того, что овощи гниют, образуются, и все капец. Упугает. Вытесняет воздух углекислый в этот вот газ, который при гниении образуется, и человек заходит туда, а все подняться не может, потому что там воздуха нет, а ты этого не чувствуешь. Ну, не будем о грустном, это я про то, что можно это развивать и связывать. Пожалуйста, занимайтесь таким важным. Но мы никогда не связываем фразы «кстати». Очень многие любят эту фразу. Все, что «кстати», не «кстати». Все, что «кстати», «кстати», можно без «кстати». Я бы так сказал. Если кратко, то да. То есть мы не пытаемся связать подвал. И, кстати, вот Мария солит огурцы. Да, не можем мы так. То есть слово «кстати» вообще никогда в большинстве случаев не актуально для связки. Еще очень важно, чтобы все ваши закадровые были максимально простыми. Без дейпричастных, без каких-нибудь других оборотов, без красивого писания. Вы должны писать все очень емкими и простыми предложениями. То есть это неправильно, что... Вы знаете, в бытность писателя он так говорил о своем отношении к природе Белоруссии. Он сравнивал природу Белоруссии, и там начинаются обороты, которая, кстати, была его там любимой музой. Вот это вот все не нужно. Коротко, да. Все, что можем сократить, есть такая книга, купите обязательно, называется «Пиши и сокращай». Можно ее не покупать. Там все в заголовке написано. Там вся суть книги в заголовке. Это правда. Если можно что-то сократить, сокращайте, пожалуйста. Очень многие... Аббревиатуры считаются? Нет. Мы сейчас говорим не про сокращение. Кстати, о коеме мы про аббревиатуры сейчас поговорили. Аббревиатуры мы не расшифровываем, только если они чаще употребляются в сокращенном виде. То есть ЖЭС, ГАИ, ВУЗ. А если это, я не знаю, пример какой-нибудь, то, что мы не сокращаем. Я просто настолько отвыкла сокращать, что я не могу даже пример вспомнить. АЭС может? Нет, но это... Ну АЭС может быть, потому что может кто-то АСЗС там что-то не услышит и так далее. Атомная станция, да? То есть это лучше, чем АЭС. Ну, белорусская АЭС, понятно, что вы можете, да? Но атомная станция, человек сразу быстрее понятно, он АЭС, ну там, может, не услышит. Да, тут понятно сразу, о чем идет речь. Например, репортаж про военных. Не будем же говорить РСЗО. Никто не понимает, что такое. Поэтому тут надо сказать полностью. Или примерно. И важный момент касательно под сокращением. Имеется в виду не то, что мы сократили слова и сказали СПС вместо «спасибо». Мы говорим о том, что это должно быть максимально кратко. Мы не говорим, что... Емко. Да, емко. На протяжении последних полутора лет в главном университете страны, Белорусском государственном университете проходят курсы, на которых готовят профессиональных, квалифицированных ведущих. Каждый год в БГУ проходят курсы ведущих. Все. Вот. Да? То есть каждый текст мы можем... Причем, возвращаясь к книге, пиши, сокращая ее название, вы читаете свой текст и понимаете, что вы можете оттуда убрать. Зачастую это своего, их, твоего, большинство предлогов притяжательных особенно не имеют никакого смысла. Вводных конструкций быть не должно. Все, что можно сократить, вы в закадровом тексте сокращаете. Договорились? Договорились. И вы можете себе вот то, о чем мы сегодня говорили, пересмотреть на Ютубе, когда это появится. Лет через пять. Через пять лет, да. Либо, ну, как-то себе сейчас запоминается, мы достаточно емко стараемся сначала сказать, а потом расшифровать. Запоминайте, и потом себя контролируйте. То есть, ага, у меня закадровый такой, понятно или нет? Он меньше 20 секунд или больше? Не больше 20 секунд, идеально 15-17. Тогда у вас сюжет будет по темпо-ритму очень свеженький такой, приятный. И не пытаетесь показаться умнее, чем вы есть. На самом деле, чем сложнее говорить человек, тем больше мы понимаем, что он ничего не понимает в том, что говорит. Потому что, когда мы понимаем тему, мы можем сказать это простым языком. Когда мы не понимаем тему, мы начинаем говорить умные... Особенно длинные, да? Почитайте Пушкина. Великий, действительно, человек. Один из умнейших в то время. Я не говорю сейчас про литературный талант. Один из умнейших в то время. И сейчас, наверное, тоже, да? Мой дядя самых честных правил. Честных правил, когда не шутку за него. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. И просто, да? Каждое слово коротенькое, да? Казалось бы, никаких незнакомых слов. Человек сколько лет назад, если там ровно посчитать. То есть и все понятно. У вас никаких вопросов. Нет вот этого вот и так далее. То есть если вы не понимаете, о чем закадровый, значит, убирайте такой закадровый, разбирайтесь и переписывайте. А, да перечитайте, Евгений. Друзья, Руслана и Людмила. Не извлекайся от тем, у нас много еще важных моментов. Мы, кстати, вот здесь можем как раз на примере либо сейчас делать перерыв, либо разобрать вот прям конкретно один сюжет, который делали ребята. Я единственное вам скажу еще про перебивки. Мы пройдем к примерам. А что такое перебивки? Это набор планов с места событий. Снимается в ходе интервью для того, чтобы перекрыть склейки. Самые распространенные глаза, говорящие во руки, медали и другие элементы. Это то, что я вам прочитал. А теперь как это в жизни. Вы должны всегда знать, что у вас будет в кадре. Никому не интересно просто смотреть долго интервью. Когда вы пишете текст, вы должны всегда знать, чем вы будете перекрывать, что у вас будет в эту секунду в кадре. Вы должны об этом думать до съемок. До съемок. Иначе вам будет очень тяжело. Бывают ситуации, когда до съемок не получается. Ты не можешь написать сценарий полноценный. Но ты должен понимать, что если у тебя нет этого, то лучше этого не писать. Ты не можешь сказать, что при пожаре. А, кстати, пожарные спасают то-то и то-то. Если у тебя пожарные еще не приехали, у тебя нет планов. Тебе нечего показать на этот текст. По этой же причине многие темы уходят в небытие еще на этапе, когда мы их придумываем. Потому что очень много тем, которые хороши для газеты, для журнала, но не подходят для телевидения. То есть то, что мы не можем показать, нет смысла делать из этого сюжет. То есть с таким успехом можно пригласить человека в студию, посадить на диванчик и задать ему три вопроса. Потому что по факту у вас в сюжете тогда будут те же три вопроса, которые вы перекроете какими-то несчастными двумя фотографиями. То есть не можем показать, не беремся за сюжет. Давайте прямо сейчас посмотрим сюжет, который к нам делали на прошлой неделе. Мы давали задание делать Илония. И вот с высоты того, что вы уже сейчас знаете, мы попросим вас прокомментировать. Да, давайте я отойду немножко, чтобы вы тоже видели, что у нас здесь происходит. Я прошу сейчас только звук вывести, чтобы мы в студии тоже слушали. Итак, давайте посмотрим сюжет. Я думаю, что мы будем останавливаться и разбирать каждый фрагмент этого сюжета. Давайте посмотрим его, наверное, целиком сначала. Всем привет! Привет-привет! Ребята, вы даже не представляете, где мы сейчас находимся. Мир стремительно меняется, растет конкуренция, именно поэтому каждый производитель ищет именно своего покупателя. Как понять, что является приоритетом при выборе продукта на торговой полке? Цена, вкус, яркая упаковка, реклама, что? Именно поэтому кондитерская фабрика «Спартак» решила спросить у самой активной части населения, у студентов, и дать им возможность представить свой проект и потом реализовать его на своей фабрике. А победитель получит денежный приз. В течение двух дней более 70 человек из разных вузов нашей страны прослушают лекции менторов по маркетингу. По возможностям производства кондитерских изделий, упаковочного материала, а также изучат маркетинговые исследования рынка и выявят способы увеличения продаж. Стартап «Спейс Биссю» реализует эту программу совместно с заводом «Спартак». У ребят есть уникальная возможность создать свой уникальный кондитерский продукт, полностью изучить молодежный рынок в сфере конфет и каких-то сладостей, представить свою упаковку, полностью изучить какие-то вкусовые рецептуры, которые производит «Спартак» и выкатить свой уникальный продукт. А в каком формате проходит данный стартап? Во-первых, будет образовательная программа, в которой будут выступать ведущие спикеры. После этого у ребят будет самостоятельная работа над проектом, где они пройдутся по магазинам и посмотрят, какие конфеты больше всего берут. А потом мы поедем с ними на завод в Гомеле и закончатся все представлением своих разработок экспертной комиссии. Наталья, скажите, почему вы решили обратиться с этим вопросом именно к молодежи? Да все просто, потому что молодежь – самая активная и продвинутая часть нашего общества. А мы, «Спартак», уверены, что именно молодежь придумает нам какой-нибудь ноу-хау, который в итоге увеличит продажи нашего предприятия. Вот такое замечательное событие, возможно, скоро изменит рынок кондитерских изделий в Республике Беларусь. Но может кто-нибудь из участников предложит такой проект, который всколыхнет весь мировой рынок кондитерских изделий? Ребята, ну а вы заваривайте себе чашечку чая и полакомитесь кусочком шоколада, потому как в нем есть гормон счастья. Ну а с вами были Данил Карабан и Илона Камоско. До новых встреч! Всем пока! Так, мы посмотрели сюжет. Значит, я сразу предупрежу, такая вот будет преамбулла немножко, такая водная часть, я бы сказал. Если бы здесь снимали сюжет не Илона, я забываю постоянно, Даник даже, все. У нас все Даники, у нас просто в формале 5 Даников. Я про то, что если вы снимали, у вас бы получилось, возможно, гораздо хуже, потому что сейчас достаточно будет такая жесткая критика, мы будем проходить по сюжету. Это не значит, что вы его сняли плохо, вы просто сняли его до сегодняшней нашей лекции. Вот, поэтому давайте будем обсуждать. Во-первых, вам слово. Что понравилось, что не понравилось, очень коротко, и прошу конкретно, не надо, что ребят молодцы, они постарались, приехали на события и сняли сюжет. А давайте начнем с самих ребят. Вот сейчас высоты полета и того, что мы сейчас изучили. Не знаю, как-то Данила говорил очень быстро. Я спросила у ребят. Хорошо. Пойдем, да. Я прошу сейчас не про быстро, медленно, четко, громко. Про сюжет, но то, что мы сейчас изучали, вот на основании этих моментов. Я бы урезал, вот сразу же после моих слов в самом начале, можно было уже писать какую-то перебивку, то есть убирать нас из кадра стало уже скучно. И то же самое в конце, очень много слов, очень мало действий, вот в конце, конец тоже заснуть можно. А я бы уже, исходя из того, что вы рассказали, я бы поменяла немножко местами. Допустим, не сделала бы два интервью подряд, я бы как-то местами какой-то бы еще сюжет вставила до второго интервью. Так. Там, где говорит Илона, очень длинный текст, очень непонятный, неразборчивый даже иногда. Почему? Он был сложный, этот текст был сложный, и его обычные люди не поняли. Я бы попросила человека сказать более простыми словами и, может быть, даже задать ему другие вопросы. Так. Не знаю, мне не хватило какой-то движухи. В кадре, кажется, мне, чтобы привлечь внимание, должно быть как-то большее движение. Возможно, интервьюируемый Илон немного, ну, не то чтобы не раскрылся, он скучно отмечал на вопросы, как заметила Аня. И вот конкретно эту часть, ну, было, честно говоря, не очень смотреть. Вот у нас была очень длинная вводная часть. Мы вот смотрим, время идет, мы не понимаем, о чем они будут говорить, когда же они скажут. Уже неинтересно. Давайте. А еще, еще, еще. Я вот заметил, у них абсолютно нету лайва. Получается так. Давайте мы сейчас будем гораздо глубже копать, потому что можно сделать сюжет, где будет говорящая голова, но должно быть супер-пупер какое-то событие. Вот. Я сейчас знаю, что хочешь сказать Илона. Скажем, что не было действия на самом мероприятии. Скажем, что ты знаешь, это зависит от мероприятия, на которое ты приходишь. Одно дело, когда это какая-то развлекательная рубрика, а другое дело, когда это конкуренция. Ну, давайте сейчас мы не будем события критиковать. Итак, слушаем. Всем привет. Привет-привет. Ребята, вы даже не представляете, где мы сейчас находимся. Мир стремительно меняется, растет конкуренция именно поэтому. Мир стремительно меняется, растет конкуренция. Как считаете, кто-нибудь об этом слышал вообще или нет? Это вообще новая информация. Интересная. Вы знаете, мы живем все в 21 веке, и многие из нас живут в Беларуси. А до этого прошло еще 20 веков. 20 веков. И сегодня, когда пришла весна, мы отправились на замечательное. Мы очень захотели отправиться на мероприятия. Это нам абсолютно не нужно. Слушаем дальше. Каждый производитель ищет именно своего покупателя. Вот это зачем нам знать? Каждый производитель ищет именно своего покупателя. Ну и ищет он, и все. Что вы нового сказали? Пока только водную конструкцию поставили. Зачем? Она бессмысленна. Давайте послушаем дальше. Как понять, что является приоритетом при выборе продукта на торговой полке? Как понять, что является приоритетом при выборе продукта на торговой полке? У меня мозг. Давайте решим, как это все уменьшить. Я могу вам еще сразу сказать. Давайте так. Кто сохранит смысл из каждой самой короткой фразы, тот сегодня молодец. У меня нет выселок, чтобы этого всего. Какую конфету лучше всего купить? Как понять, что является приоритетом при выборе продукта на торговой полке? Цена, вкус... Еще раз слушаем. Смысл? Смысл? Как понять, что является приоритетом при выборе продукта на торговой полке? Цена, вкус, яркая упаковка, реклама, что? Да. Какая конфета лучше всего? Нет, не об этом было абсолютно. Не об этом мероприятие. Мероприятие не о том, вкусная конфета или нет. Что привлекает покупателя? Что купить? Лучше. На что мы обращаем внимание при выборе продукта? Так, а давайте заинтригуем, чтобы хотелось посмотреть. Если бы это на НТВ выходило. Пожалуйста. Как вы убираете конфеты? Нет, нет, вообще не туда. А давайте начнем с того, что сейчас один важный момент, который показал, почему сюжет этот не совсем хороший, да? Потому что сейчас никто не понял, о чем сюжет. Вот о чем был вообще сюжет? Давайте мы даже не будем эту фразу перефортировать. О чем был сюжет? О конфетах. Проводили проект, организовывали для того, чтобы найти какие-то новые идеи, выбери конфет, да, среди студентов. Суть проекта в том, что студенты могут принять участие и создать свой продукт, свою линейку лакомств. Можно ли создать свой продукт? Здесь можно крутить по-разному. Здесь, кстати, про маркетинг больше идет. Не про создание продукта. Катя даже не до конца поняла, как и я. Может быть, мы ошибаемся. Нет, я просто общалась с этим людьми. Я как раз говорю о том, что как раз события об этом. Но в сюжете мы об этом не узнаем. Я услышал, что про маркетинг. Но можно говорить, как производители манипулируют нашим вниманием. И почему не мы выбираем конфеты, а конфеты выбирают нас. Все, мост сломался. Что, конфеты нас выбирают? И тут же пошел лайф, как люди расставляют их на полке, распыляют ароматы, делают упаковку и так далее. Реклама? Что? Именно поэтому кондитерская фабрика «Спартак» решила спросить у самой активной части населения, у студентов. И дать им возможность представить свой проект и потом реализовать его на своей... Смотрите. Дать им возможность реализовать свой проект. Сокращаем. Я сейчас говорю не только про смысл, а вообще про формулировки. Сокращаем короче. Дать возможность создать свой продукт. Нет, очень... И все равно не шанс студентам создать свою... Каждый студент может создать свою линейку продукции. Да. Теперь каждый студент может стать... Или еще круче, вообще завернуть. Теперь каждый студент может стать профессиональным кондитером. Да, то есть вот как угодно завернуть так, чтобы это зацепило. Да. Потому что... Как студенту стать кондитером? Вот 30 секунд. Вы будете смотреть ролик в ТикТоке? Будете смотреть кондитером? Здесь не про кондитера. И стежи на жирфаке. Добавьте жизни какую-то, и, возможно, в честь вас скоро назовут конфету, и вы станете новой Аленкой. Там, ну, прикольно, связали, да, там что-то. Причем такая возможность реально есть. Это можно обыграть в сюжете. А сегодня мы побудем Вилли Вонкой. Или что-то такое. Дальше смотрим. Синхрон, вернее, стендап, длится 30 секунд. 30 секунд люди потратили нашего внимания, потому что они говорили. Вообще непонятно, что происходит. Мне нужно дать ответ на вопрос «что, где, когда?». И запомните, вот эту часть, вот то, что вы записали, могут дать ведущие в студии. Вы не забывайте. Самое странное, когда ты смотришь, сегодня в Минске пройдет необычное мероприятие, посвященное конкурсу юных музыкантов. Как проявят себя ребята, узнаем у нашего корреспондента. Здравствуйте, я нахожусь на месте событий. Сегодня мы узнаем, как ребята проявят себя, участвуя в новом музыкальном конкурсе. И повторяется то же самое. Не нужно, переходите сразу к сути. Кстати, со стендапа начинать не лучший вариант. Не лучший. Он в 90% случаев проигрышный. Только если у вас не горит вот здание, когда вам там прямая связь со студией, тогда да. В других случаях лучше не начинать. Стендап, вы же сказали, что стендап это когда более весело что-то проходит. Нет, лайф. Тогда начинать лучше с лайф. Стендап может быть. То есть показывать лайф, как-то заинтриговать зрителя. Нет, смотрите, еще разочек, я сейчас покажу, чтобы Аня не запуталась. Смотри, есть стендап, есть стендап, когда ты говоришь в кадре. Он может быть в формате синхрона и в формате лайфа. Вот это в типичный стендап в формате синхрона. То есть скучный шаблонный стендап. Да, мы о том говорили. И смотрите, что самое главное. Я вот сегодня в эфире, в прямом эфире затронул такую тему. У нас есть три степени воздействия. Мы не раздражаем, мы цепляем внимание, и мы после этого его удерживаем. Посмотрите, как делает НТВ. Анастасия Заворотнюк вышла из комы. Первые кадры, эксклюзивное интервью. В программе я полтора часа на выходных потратил. Полтора часа. Ни одного, ни одной подробности того, что мы до этого не знали. Но Лидия держит. То есть я понимаю, что я дурак, но тут мне говорят, но сразу после рекламы эксклюзивное интервью. А состояние сегодня артистки, что ей угрожает? И кто там тратит ее деньги? И я уже забыл, что мне... Я уже час посмотрел, я ничего нового не узнал. Запомнили, да? Поэтому применительно к нашему сюжету мы сразу хватаем какой-то уникальной, эксклюзивной информации яркими кадрами. Я еще хотела спросить про стендап. Если вот идет выпуск, и там должны быть только какие-то некоторые моменты про стендап, или может быть полностью видео? То есть и начало, и середина, и конец. А что такое имеешь в виду под некоторые моменты? Стендап лучше делать за один сюжет. Например, сюжет идет. И оно должно быть полностью в стиле стендап, если это подразделение. Либо же должны быть какие-то кусочки. Например, как вы говорили... Вы говорили закадровый текст, потом это стендап. Смотрите, вы все это собираете. Стендап это вот вы в кадре. У вас этот кусочек до 20 секунд. 15 секунд яркого действия с интересным смыслом, с красивой картинкой, где вы полностью оправданы. Почему это вы говорите, а не говорит эксперт? Вы, например, приходите... Ребят, слушайте. Не знаю, как ребята, что вынесли с этой конференции, а я вынесла 2 килограмма конфет. Все, посмеялись. Вот это хороший стендап, да. И в кадре, да, там, в конце их, скажите, мне эти устра, мне эти подойдут, главное, побольше. Все, ваши отношения. Передали этим вот шуточным стендапом, что и так все будет нормально, и унесли с собой 2 килограмма конфет, принесли их в редакцию, что тоже очень неплохо для стендапа. Вот. Ну, то есть, поняла, да? Да, все. Со стендапом понятно. Слушаем дальше. В течение двух дней более 70 человек из разных вузов нашей страны прослушают лекции менторов по маркетингу по возможностям производства кондитерских изделий, упаковочного материала, а также изучат маркетинговые исследования. Денежный приз. По маркетингу. По возможностям производства кондитерских изделий, упаковочного материала, а также изучат маркетинговые исследования рынка и выявят способы увеличения продаж. Столько текста. Я вот сейчас пытался это все сложить в голове. Как это сократить? Я не помню, какие менторы. Надо сказать четко, о чем это мероприятие. Илона, вот сейчас мы все послушали. Ты можешь сейчас понять, нам объяснить очень коротко, в трех словах. Суть мероприятия. Суть мероприятия. Очень коротко, стопорно. Ребята. У фабрики «Спартак» проходило мероприятие, на которое они пригласили студентов, которые должны были предложить свои идеи для новой продукции. Что значит идеи для новой продукции? То есть они предлагают идею какой-то новой шоколадки, конфеты, и она должна быть самой оригинальной, чтобы она продавалась лучше. Вот, наконец-то мы поняли суть, что у ребят появилась возможность создать собственное, почувствовать себя в шоколадье, и создать самый популярный продукт в компании. Ну, например, я сейчас из головы, я не формирую правильные мысли, потому что у нас время надо быстро, просто очень коротко. Катя, сформулируй это лучше. Нет, ты прекрасно сейчас это сформулировал, то есть все, мы поняли суть. Что происходит дальше, то есть это самое главное, за что зацепиться. Всем плевать, что они проводят маркетинговые исследования, и даже на самом деле вся вот эта вот минута, она абсолютно бесполезна. Зачем мне знать про особенности упаковки, да? Это неинтересно. Если мы говорили там про упаковку, и там мы показывали интересный дизайн, который ребята уже предложили, это да. Здесь это все лишнее. Получается, я должна была сказать вот эту вот формулировку, которую... Простую, да. Простую, да, коротко. Смотрите, зритель ваш друг, выяснили, вот сейчас, если ты бы не сказала своей подруге, я была на мероприятии, где проводились маркетинговые исследования рынка, разрабатывалась упаковка, изучались основы предпочтений публики. Ты же не будешь подруги? Ну вот теперь буду знать. Да, то есть вообще главное, ребят, важно, вот если вы вынесете хотя бы это, будет уже ценно. Вы за зрителем общаетесь как с другом. Вы весь свой текст, и я когда пишу, все тексты всегда проговариваю. Если я понимаю, что это режет слух, то мы от этого избавляемся. Вот сейчас минута ни о чем. Мы сейчас потратили минуту. Мы могли сказать вот эту вот фразу, которую Герман гениальную сказал, я уже ее не повторю, я тоже ее не повторю. Но смысл в том, что... Но смысл в том, что... Чувствуй у себя шоколотье. Сегодня они начинают работать над созданием собственного продукта. И дальше мы развиваем, что происходит. Человек уже в кадре может сказать, это уже может быть скучно синхронно, и тетенька говорит, мы два дня будем обучать ребятам основам производства. Все, мы поняли, что вот они могут создать. Потом тетенька нам говорит, что происходит, что их будут обучать. Не просто так они с бухты-брахты дома на кухне будут варить, что вначале они изучат тонкости. Вот смотрите, давайте просто мы сейчас... У нас время еще позволяет? Сколько у нас там осталось, кто мне скажет? Стартап Space BCU реализует эту программу совместно с заводом «Спартак». Ребят, у ребят есть уникальная возможность создать свой уникальный кондитерский продукт. Это мы уже говорили об этом. Полностью изучить молодежный рынок в серии конфет и каких-то сладостей. Он повторяет вам на то, что ты сказал в сфере закадровок. Понимаешь, такую ошибку самую главную? У меня ваш вопрос. Получается, вот мы, например, вначале сказали о том, что люди будут создавать свои собственные шоколадки. Но наш человек, которым мы интервьюер, сам, он не должен про это вспоминать. То есть весь сюжет должны быть разные вопросы. Должно быть все разное. Вы не должны повторять. То есть мы не должны. Мы минуту рассказываем, что у ребятам будет возможность предложить свои идеи для новой продукции. Потом человек тоже, вот как сейчас в кадре говорили, что у ребят будет возможность проявить себя и предложить идею новой продукции, изучить особенности, как сделать шоколад. Что мы могли спросить у этого человека, чтобы было интересно? Может, как студенты справляются с этим? Ну, что им интересно? Нет, что интересно? Почему вы решили провести это мероприятие? Нет, это неинтересно. Я решил, потому что это очень важно для наших. Нам очень важно мнение. Молодежь — это будущее нашей страны. А я думала, что типа можно ответить как-то... Если я вам сейчас предложу уникальный вкус шоколадки, вы назовете ее в честь моего имени? Когда вы сделали самую худшую шоколадку в своей жизни? Он же не делает шоколадки. Он просто организатор. А, хорошо. Ладно, сейчас подумаю. Ну, есть какие-то вопросы? Может быть. Я не знаю, насколько он хороший. Какая была самая успешная... Какая шоколадка, которая выходила? Она же еще не выходит. Вот это интересный вопрос из прошлых. Сказать, что... Ну, например, вот это. Давайте вы так скажете нам. Вы скажите, перечислите самые популярные ваши продукты, что лучше всего у вас продается, и что бы вы хотели, да? И он бы сказал, что, слушайте, ну, сейчас есть наши родители, которые любят и знают шоколад там такой-такой-такой, а мы бы хотели, чтобы у нас появился свой стриг, сникерс, там, и еще какой-то продукт, который будет знать весь мир. Ну, вот, например. Либо он может, опять же, какой вопрос может быть? Какие идеи ребят вас уже удивили? И он может сказать, вы знаете, столько талантливых ребят у нас в стране. Вот девочка предложила, например, делать шоколад в форме чего-нибудь там. Лепестков роз. Лепестков роз. Мы там хотим. А шоколадные чипсы вот тоже. Мы как-то не думали, что это будет популярный продукт. И уже интересно. Либо вообще вариант, если у них еще нет сейчас этой продукции, то можно задать вопрос, а чем вас, то есть, если хотим провокацию добавить, а чем вас в старой шоколадке не устраивают? Зачем вы решили, да? То есть не в формате, а почему вы решили провести такое мероприятие? Вот это звучит скучно. А если бы ты спросила, так, подождите, а у вас же хороший продукт, зачем вам еще что-то, да? То есть, и он ответит скучно и шаблонно, возможно, это тоже нормально, но зато появится какая-то вот перчинка, какая-то остринка. Тогда вот те вопросы, которые задавал Герман, они были простые, и на них подразумевался какой-то простой ответ. То есть нужно получить из человека интересную информацию, простую. А вы какие конфеты больше любите? Это вот не к этому там, а вы тоже на наши там конфеты идите? То есть ответ тоже, наверное, как-то зависит от постановки вопроса. То есть если как-то сложно поставить вопрос, то логично, что... Вы должны спрашивать то, что вам реально интересно. Это главное правило. Вопрос может быть любым. Вы можете реально... Вот говорят, не, задавайте вопросы, ответ на которые да или нет. Иногда бывает, что от человека нужно узнать да или нет. И он может развернуть это так, что он потом... Да, и он может с тобой поспорить. И ты можешь от этого оттолкнуться, задать следующий вопрос. Можно было задать, например, вопрос, есть ли у вас любимая шоколадка на фабрике «Спартак»? Это не совсем подходит по тематику. То есть мы же сейчас говорим, наша задача осветить мероприятия. Побочные вопросы иногда имеют место быть, когда мы понимаем, что они нас выведут на что-то еще. Если мы потом хотим провести какую-то дегустацию трех шоколадок и у него узнать, узнает ли он шоколадку «Спартак», который сейчас уже продает... Ну, это сейчас просто рандомная мысль. Вот я просто не знаю мероприятия, например. Если мы сейчас хотим, чтобы он провел эксперимент и узнал, эту шоколадку создали студенты или эту шоколадку создала кондитерская фабрика «Спартак», вот тогда мы можем спросить, а вы едите шоколад? А давайте это проверим. И вот он вытягивает три шоколадки, и мы понимаем. Или вы говорите, слушайте, а давайте на скорости узнаем, кто быстрее съест шоколадку. Вы работаете на фабрике или нет? Если я быстрее, вы мне там отдаете какой-то... В 10 шоколадок, да. В честь меня называете шоколадку. Ну, я не знаю. И вы его за руку хватаете и введете, чтобы он съел эту шоколадку с вами на скорость. А желательно, чтобы это был гендиректор компании. Ну, например, сам шишку берете такую, у них всегда лицо, как копейки, начинают глаза, как копейки, будут такие оп-оп-оп. Он не ожидал, потому что ему всегда... Расскажите об основе маркетинга вашей прогрузки и что влияет на ее продажи. И вот он отвечает. Вы знаете, за последний год мы увеличили продажу шоколада в 17 миллионов раз. Вы знаете, шоколад очень любят, всем неинтересно. А если директор предприятия ест на скорость с вами шоколадку, это интересно. И еще, самая большая проблема этого сюжета для программы Пин-код. Кто назовет сразу аудиенцию... Очень длинный. Как получит прощение, иммунитет, аудиенция когда-то другое, да. Он очень длинный. Нет, самое главное, молодежный проект Пин-код. Что? Скучный, Не развлекательный. Конкретно, что нет в этом сюжете? Нету подростков. Нету подростков. Правильно заработала иммунитет тебе. В чем суть? Суть в том, что вы не должны рассказывать людям те вещи, которые вы уже знали. Вы должны это преподносить интересно. Если вам это не интересно, это вот запомните, вот все это можно собрать в одну мысль. Если вам это не интересно, то это никому не интересно. Вы должны это понимать. Когда мы едем на сюжет, мы какие-то вещи, Брестская крепость, ну и оперный тебя, ну что там, ну уже тысячу раз видели, тысячу раз смотрели. Нас пустили в подвалы, где велись бои, где были раньше закрыты. Мы туда попали. Прикольно. И вот Ерман потом еще неделю про это всем рассказывал. На улице, да. То, что вы должны сделать сюжет, что вам хотелось позвонить друзьям и рассказать об этом. Блин, прикинь, можно идею шоколада предложить. Слушай, а давай придумаем шоколадку там какую-то. Это должно быть интересно. Подойдите на серьезном, серьезном выражении лица и предложите три какие-нибудь очень дебильные идеи. Попросите микрофон, если там выступают ребята, скажите, я тоже хочу предложить. Пускай все будут смеяться над вами. Посмотрите сюжет Аллы Михеевой в «Вечернем Урганте». Там вообще нет никакой информации, но смешно, весело и интересно. Она никогда не подойдет с вопросом, а что у вас конкретно в этом проекте? То есть это никому не интересно. К вам вопрос. То есть вы говорили, чтобы убрать всю воду, вот если касательно интервью, то есть в начале мы говорим просто минимум. Мы говорим емко. Это не значит, что мы говорим мало. Если надо долго говорить, мы можем говорить долго. И вкусно. Наша задача сделать так, чтобы я каждое предложение заставляло меня смотреть дальше. Чтобы я... Наша задача сделать так, чтобы зритель смотрел до конца. Вы должны, если у вас не будет горящий глаз, у вас это будет все медленно, будут долгие синхроны, будут скучные синхроны. Все, что мы вот это говорим, будет делать так, что зрители будут отсеиваться. Ваша задача удерживать внимание. Все. Это может быть разными способами. Поймите, это творчество мы не можем, это не математика и не урок по бухгалтерскому учету. А плюс Б равно С. Мы вам формулы рассказали. Не больше 20 секунд, интересное в кадре, делаем в движении и так далее. Как вы этим воспользуетесь, это уже ваше решение. Можно еще сделать, вот как у вас в пин-коде, вы рассказываете, что сегодня будет в программе, чтобы людям, ну, они поняли, о чем это и заинтересовались. Нет? У вас сюжет всего лишь две минуты с чем-то. Вам надо очень быстро погрузить человека. Этот анонс делает ведущий в студии чаще всего. Не нужно там. А мы отправимся на шоколадную фабрику и узнаем, как же производят мороженое и правда ли, что люди работают на фабрике при минус 20 градусах. Да, то есть этот анонс делает человек. Мы не можем обманывать, да? Нет. То есть вот вы если сказали о том, что люди работают при минус 20... Я сказал, правда ли, что люди работают при минус 20 градусах? Может, это и не правда. Это был вопрос. Может, это и не правда. Конечно, не правда. Ну, то есть это можно так сказать. Ну, это задержание, да. Не правда ли, что то-то и то-то там? Ну, то есть и так далее, да. Правда ли, что Катя Дайркина заняла место Германа? Да, я заняла место Германа, но не в программе, а конкретно на его сайте. Понимаете, в чем разница? Ваша задача заинтриговать, зацепить и удержать. А вот про сюжет про Заворотнюку, потом в итоге вы нашли ответы на свои вопросы? Нет, конечно, там ни одного кадра нового не показали. Они позвонили, как всегда, трём артистам, которые там с ней общались, но они заявляли, что впервые Анастасия Заворотнюк после трагических событий перервет молчание. И там кадры, как она выходит из машины какой-то, закрывается. Они взяли кадры пятилетней давности и показали, как будто она сейчас выходит. Ну, богом судья, как говорится, но у них рейтинги. А так вообще можно делать? Я нет, я никого не осуждаю в жизни. Каждый делает как хочет. Ваша задача смотреть либо нет. Главный рейтинг. И подписчики. У нас в пин-коде была история с рейтингами, когда потерялся мальчик, как его зовут? Данила Лебедев, я знаю, такого видел. Маленький Михаил, по-моему, его зовут. Мальчик потерялся, там в Волоте, по-моему, его искала вся страна. Мы приняли решение делать срочные эфиры пин-кода, когда ещё никто, все только в сюжетах говорили, но уже вся страна его искала. Мы 40 минут просидели, связывались с поисковым отрядом «Ангел», узнавали, что делать, если потерялись. Там были очень высокие доли, хотя мы ничего про мальчика, к сожалению, не рассказали. Это грустный пример, но я про то, что мы не обещали, что мы его в эфире найдём, он к нам в студии появится. Вот, но условно, это не смешная история. Вы заинтересовали тем, что сказали о том, что... Да, у нас марафон, мы в прямом эфире следим за поисками мальчика, который потерялся в лесу. Вся страна вместе с нами каждые 5 минут на связи поисково-спасательный отряд «Последние новости». И между вот этими новостями мы реально звонили, мы рассказывали, как, что делать, если ты потерялся в лесу, вообще, и так далее, и так далее. То есть, ну, это был интересный эфир, просто на тенью... Я хочу посмотреть его. Вот такой вот, да. Есть ещё вопросы на данном этапе, ребят? Нет, у меня нет. Прямо нет ни одного вопроса. Прямо вот вообще ничего не раздается. Нет, всё понятно. Знаете, как сложно сформулировать? Можно один вопрос? То есть, если мы знаем, какие вопросы будем задавать человеку в интервью, ну, на которые он может дать ответ, то есть, этого мы избегаем тогда вначале? Нет, смотри, мы всегда знаем, что мы хотим получить. Я знаю, что дерматолог занимается проблемами с кожей, я знаю, какие даже вопросы он всегда решал, с какими трудностями он стал ответить, потому что я копала и узнавала. Это должна быть новая информация для зрителя и интересная для зрителя. Да, будь эксклюзивной информацией для пин-кода. Не обязательно, чтобы это всегда было. Вот сейчас, конечно, идеальный пример, когда он всегда эксклюзив, что-то взрывается, там теряется, ломается, это всё клёво. Но вот если мы идём на шоколадную фабрику, то нам такого эксклюзива не надо. Вот, в принципе, на одной и той же точке можно снять 10 разных сюжетов. Всегда задавайте себе честный вопрос, вам это интересно или нет? Себе прежде всего. Это должно реально быть круто. Не то, что вы сделали на себя посмотреть, а вам должно быть интересно. И если вам это не интересно, это не значит, что нужно отказываться от сюжета и говорить, фу, я туда не поеду, фу, вред. Вам надо найти интересное в неинтересное. Так, чтобы было интересно. Да, то есть какие-то интересные вещи, за которые зацепится взгляд и от которого можно плясать. Потому что здесь на самом деле можно, сюжет было вообще начать. А вы знали, что во все шоколадки добавляется там, не знаю, теоглюколь, аммония. Интересно было спросить, как бы вот вы со стороны профессионалов это сделали. Я думаю, это было всем интересно. Вот мы сейчас же привели 10 примеров, 25 примеров. Про то, что заставить директора съесть шоколадку с вами на скорость, выступить самими с тремя дурацкими идеями, посмотреть, что они вообще с какими идеями пришли и спросить про сколько ест шоколада Наталья Позняк. Да, не стыдно ли ей, что вся страна ест шоколад и толстеет. И вообще в конце выйдет оттуда синхронным с кедаком, с килограммом конфетов. Да где конфеты-то спросить в итоге? Подойти организаторам. Вы собрали нас здесь всех, чтобы мы разработали вам шоколад и не принесли ни одной шоколадки. Ну, условно, я там шоколада не увидел. Луна, был шоколад там? Были только фантики. Был шоколад там? Ну, были какие-то конфеты. Ну, много их там было прямо, что все. Они были, они же в перебивках даже были. Ну, как можно придумывать что-то, надо есть и сразу думать. Исти нам. Должно принести... Может, у вас подойти к нему момент, когда не ели эти шоколадки и сказать, ну как, сможешь придумать лучше? Да, то есть все, что угодно. Причем зачастую в таких ходах, в таких событийных историях очень сложно придумать заранее. Да, то есть вы примерно в голове понимаете, ага, мероприятие об этом, читанули что-то про шоколад, поняли, кто там будет на мероприятии, вы это продумали. Но основные моменты рождаются там, уже на месте. То есть там банально возвращаемся к рукопашному бою, я прямо на месте вижу, что тренер слишком громко кричит, я подхожу к нему, интересуюсь, почему? Почему им больше всего вот здесь? Я вижу, что он кормит этого бойца с рук практически, я прихожу и спрашиваю, почему? Потому что мне это интересно. Я не знаю про этот рукопашный бой, я не понимаю там правил, и мне нет смысла рассказывать о том, что важно, чтобы 25 спортсменов разной весовой категории сражаются за этот. Это никому не интересно. А вот интересно, почему мальчик не может сам попить воды. Вот из этого всегда отталкиваемся. Хорошо? Задание домашнее. Мы не будем вас просить сейчас всех снять свой сюжет, это будет, я думаю, очень сложно в наших реалиях. Мы попросим вас об одном. Сделать любой креативный стендап, придумать событие, это может быть придуманное событие, и снять свой стендап в движении, яркий, чтобы он реально запомнился, и мы понимали, что происходит. Давайте договоримся, это какое-то событие, этот стендап у нас якобы идет в начале, вы должны нас заинтриговать, чтобы я потом хотел осмотреть полчаса, до 20 секунд. Видео может быть до 30 секунд, если вы там куда-то идете, начинаете, не с этого начинается, но до 30 секунд, до 20 секунд самоинтрижение. В стиле лайф. В стиле лайф, да. Поняла. Мы вам задание сделали, кто... Найдите интересное там, где невозможно это найти, так, чтобы нам всем захотелось это посмотреть. Чем более неинтересная тема будет у вас изначально, тем лучше. И чем вы ее интереснее делаете, тем будет интереснее. Придите дома, кастрюлю откройте, что скрывают макароны, и правда ли, что в них содержится формальдегид, правда ли, что макароны совсем скоро, и вы туда руку, и она вас затягивает, поработят нас, расскажу прямо сейчас. Вот, и вас макароны съели там, например, да? То есть, ну я вам вот с макаронами придумал, напали на вас макароны, например. Все что угодно. Я могу просто охладиться уже, что-то. Спасибо большое за мастер-класс, на сегодня все, домашнее задание вы поняли. Как всегда, до вторника ждем ваши репортажи. Ребят, еще важный момент, мы сейчас взяли просто пример, потому что мы ребят забросили в такую, прям как хотят. Я повторял в начале, да, и я повторял в конце, да. Потому что сейчас всем, конечно, здорово критиковать, не факт, что там все бы сходу сделали это лучше, не факт, что даже мы, придя на это мероприятие, бы там пять лет назад сделали бы это классно, да. Сейчас речь про то, что мы просто проще всего разбирать на базовых примерах. Да, и мы теперь разобрались, и будем знать, как действовать. Вы должны проверять, вот брать и идти по списку. Ага, у меня стендап скучный или интересный, у меня он больше 15 секунд или меньше, у меня идет движение в кадре или нет, понятие, на чем суть сюжета. Да, у меня все связано между собой. Да, мне самому интересно. Да, задавайте себе вопросы, и если нет, пробуйте что-то менять. И все обязательно у вас получится. Я думаю, что к сюжетам, к испытаниям более серьезным мы придем. А вот как писать тексты, будет отдельный мастер-класс. Следите, пожалуйста, за нашим YouTube-каналом. Спасибо, друзья, что были с нами и посмотрели это видео до конца. Всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ